Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и продолжение партии за персию в ФФА на 10 человек, Сидмерс Ивизайшн 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там же есть все серии, которые могут увидеть спонсоры канала. Уже спасибо большое вам за поддержку. И всем вам приятного продолжения просмотра. Ни одному не хватает времени ходить. Да, всем. Далее, тут именно быстрый таймер. В носу ковыряешься, а тут надо быстро все делать, что непривычно. Блин, козюлик уже в носу, полный нос, да, не поковырять. Да. Дайнемик таймер спас много пальцев от переломов. Так, я тут сразу, наверное, с амбара начну. А потом уже монумент. Так. Нет ли мне смысл ля на аквакультуру? Кстати, вот здесь Темпломайор очень неплохо в Рее будет. Правда, на месте рыбы. Ладно, я где-нибудь тут поставлю. Ну, правда, производства практически нету. Не хочется рыбу убирать. Я, по-моему, с кем-то жемчугом торгую. Мы с тобой торговали жемчугом. А, со мной? С тобой как раз. Тогда предложи еще раз, пожалуйста. Хорошо. Ты меня встретил, кинул предложение на жемчуг, а потом следующим ходом кинул войну. Ну да, не пропускал же. Все правильно. Да, господи, там ничего нет. Ну, а что тогда не пропускать? Что за 15 монет? На ровном месте. Ты мне предлагаешь услугу. И по моменту предлагаешь другую услугу. Но мне эта услуга не нужна. Поэтому я предлагаю... Ну, это как для будущей дружбы. Знаете, как это просто дружественный акт. Видишь, не получилось. Давайте... 5-7 здесь... О, давайте из Рэи, наверное, отправим караванчик. Так, из Балха... Вахитотон бегает. Блин, блин, блин. Ладно, давайте из Исфахана. Реально не успею. Ну, с таким динамическим таймером ставить как раз 11 городов самое то. Так, 4, 7, 8, 9, 10. Да, 11. В смысле индусы науки? Ты видел, сколько училини у науки? Я его еще не открыл. Сколько у него? Там, наверное, за 200, я так понимаю, будет, да? Да нет, пока. А. Все, но страшно. Туда не интересно, если не 200. Так, тут один ход пропускаем. В Тарсе я, видимо, хочу здесь кампус, да, поставить. Его надо идти вырубать, но что-то еще два хода. Блин, а что с... Так, а что у нас вообще с чудесами? Потому что как-то театралка без чудес. Чеченицы тут бессмысленно. Ладно, давайте торговцы пока. Амбар. Амбар, потом мастерская. Так, здесь надо на производство, в первую очередь. Возьму янтарь, потому что он мне один только будет. Хатусу перекупили. Ну и пофиг. Не перекупили, а просто трех этих. Это индус, видимо, нашел и отправил. Так, я хочу все-таки на аквакультуру. Не знаю, у меня такое ощущение, что это для... Реально, пуштановое производство дает хотя бы. А тут что-то с производством совсем грустно. Так, ну жилья тут дофига. Я бы выращивал этот город, кстати. Есть маяк. Что с кампусом? Все, плюс один, блин. Что с промышленной зоной? Так, тут нужен... Нужен... Строитель. Я тут отложил специально. Так, надо... В пасаргадах... В пасаргадах разведывательное управление. Сейчас надо торговую республику принять в начале хода. Потому что я просто не успеваю это все принимать из-за таймера. А торговая республика уже открылась давным-давно. Ну что, пора продлеваем? Так, взято. Промышленная зона. И, наверное, торговые пути поставлю. Потому что городами ставить не надо. У меня пока есть много торговых путей. Пускай будет. Рационализм и... Ну, это пока не надо, короче. Так. Теперь в пасаргадах давайте разведывательное управление. После мастерской. Тут мы убираем камень и ставим промышленную зону на плюс 6. Так, на минутку. А кампус тут будет на плюс 3, например. Кайф. Уже неплохая ромашка в итоге. Все-таки. Так, в СУЗах очередной рабочий мне нужен. Водяная мельница. Ладно, книга печатана. Я не собираюсь скоро, на самом деле. Так, тут... А, я не решил в итоге, блин. Ну, кампус только тут плюс 2, да? Но я тогда квидук не могу построить. Может, все-таки сюда кампус, сюда промышленную зону, сюда квидук? Ну, я думаю, что вы там, когда смотрите, без таймера такого сможете найти как лучше. Так, из Гордия она. Так, надо в этот отправлять. Конечно, по Саргады 6 производства, но я лучше в Египет начну уже. Да, Тэмпл Майор я открыл. Открыл. Его можно в Рей построить? Можно. Нет ли у нас инженера? Есть. Кайф. Так, мне нужен этот инженер. И мне нужно Тэмпл Майор в Рей. Это очень, кстати, мощно будет. Он за каждую там 4 счастья. И тут еще одно озеро. Ну, как бы вообще у меня озер только эти 2, но как раз в этом городе то, что надо получается. Так, и Старса у нас, по-моему, и так уже... А, не, не бегает почему-то так. Окей. Почему-то у меня в Дели самый выгодный караван. Кахойке я еще встретилась. Ну, пока нет. Развлекательный комплекс, бомбарду. Инженера. Прямые паруса там мушкетером надо кого-то убить. Да, это тоже нет. Банковское дело. Ух ты, я прям успел походить. Так, окей. Нашли новый континент. Еще, слушайте, это я классное, кстати, взял. Индия предложения. Так, Горден, производство, еда, производство. Все верно. Тут тоже еда, производство. Еда, производство. Ну, тут сейчас он следующим ходом вырастет и жилье закончится. Здесь пока чисто. Не, я, наверное, оставлю на еду. Все равно тут 2 хода до амбара. Нормально. Тут на производство пока можно поставить. Зашибись. Так. Ресы. Табак, корица, пряности, киты, кофе. Я торгую. Благовоние, гипс. Миха я торгую. Ртуть торгую. Цитрусовые с турком. Там еще и мрамор у него есть. И вот цитрусовые и... А, слушайте, а турок это вообще кто? Челенью, кстати. О. Блин, у меня 184, у меня 80. Очевидно. Видно у кого... Получше эти... Компуса стоят. Так, два заряда. Давайте по лесопилкам. Да, нормально. Тут будет кампус на плюс два. Ну, я хочу посмотреть, вот в этой клетке я могу вообще что-то построить? Нет, ничего. Ну, тут можно будет ферму, когда... Ну, когда каски откроем, по-моему. Так, слушайте, в индустриализацию бы выйти мне нужно две мастерские. Раз мастерские. Ну, это, кстати, вторая, по-моему, будет уже как раз. Так, ну что, с Челенью, мне кажется, не стоит торговать. Фига у него ресурсов. Я, правда, тоже много ресурсов. Вот, слоновая кость у нас с индустрией. Вот, лидер забрал на маневеру ученого. Если честно, я даже не смотрел туда вообще, мне не хватало времени. А я смотрел два хода туда и понимал это. Ну, ладно, плюс два это не так еще совсем уж страшно. Очень глупая система, вот это то, что выпадает ученые на универе после, ну, дорогих ученых. Пойти глянем у кого сколько городов. То есть у меня 11. Ого, у турка тоже дофига. На самом деле. Ну, поскольку следующий ученый, то есть он реже, дешевле, чем предыдущий, то он просто падает и гробал следующего. А у индуса сколько там? А у индуса семь. То есть у индуса и турка одинаково науки, но количество городов несоизмеримо. Не, ну я должен героически выходить здесь. Я так считаю. Всем пока. Спасибо. Спасибо за игру. А кого, а кто вынес его? Михаил? Турк. А, еще и линии. Это какой-то вармон... Этот... Гудморнинг. Понятно, откуда у них сколько городов. А, ну да. Холмс, Дамаск, Мекка, Сана, Алеппо, Багдад и Каир. Это... Города Ара... Арабии. Аравии. Железо сначала обработаю. Строить так. Ну, мне тут, конечно, надо... Я отложу производство. Мне тут надо начинать... Кампус. Поэтому отложу. Так, в Рее... Ну что, может начать уже Темпло Майор? Получу я этого интересного парня? А, уже забрал кто-то инженера. Да, господи. Кто-то купил его вон. Не, ну 18 ходов Темпло Майор это не... Не прикольно. Поэтому давайте амбар. Библиотеку. Верфь. Во всех остальных все строится, да? То есть тут мы в Сузах просто отложили. Еще плюс 3. Йоханнесбург, кстати, встретили. Но у меня всего 3... 3 посла. Я думаю, нету смысла их куда-то отправлять пока. О, форка встретили. Ну-ка. Там тоже все нормально с наукой. Мне пряности бы. Форк предложение. Так, ну я только Михаила не встретил. Интересно, за кого он играет. Ну я бы Занзибар, конечно, держал в союзниках. Потому что 2 ресурса роскоши это 2 ресурса роскоши. Превратились варвары в Гонконг, кстати. Чеченицу кто-то достроил. И про нашу честь, как говорится. Так, я бы на этот остров съездил. Ему никто войну не хочет убить. А что у него там? Там женелые, как бы 310 науки. Что-то члене ведет на женелых. У меня просто, ну, способность уперся. За внезапную войну юниты быстрее ходят. Потом я, наоборот, даже в плюс это. Ладно, тогда можно было. Я думал, обидеться. Класс. И объявили войну мне форк с этим. Кайф. А чего вы в союзе с ним? Ну, когда мы союз заключали, у нас было по 150. Глин, так же дебильно ходят юниты. Ну, ёп. Ну, я надеюсь, ни форк, ни Михаил не будут у меня что-нибудь там грабить. Грабить, убивать. Ну. Ну, какая-то подстава. Ой, слушайте, что-то у меня денег дофига нет. Слушайте, а давайте я начну универы покупать. Яш, не хочешь немного дружбы? Мы, кстати, даже с тобой можем в союз. У меня, я вижу, караваны до тебя отобегают. Ну, если только культурный, по-моему, у меня один остался. Адекватный. Да какой хочешь. У меня один союз только с этим. С Египтом. Коммерческий. Держи. Блин, да кто за Низибар перекупает? Блин, Михаил, ну что за хрень? Ну, почему-то это начинается. Что? Вот почему я должен объявлять войну, чтобы чувак не вырывался? Сразу Михаил мне перекупает, ГГшки приходят. Короче, я мир заключу, с членом, как хотите. Просто пускай развивается, сидит. Критабилите кто-нибудь войну, а мы пойдем у тебя ГГшки перекупим, а так как ты с нами в войне, то они тебе еще и будут воевать с тобой. Кайф. Так ты мне объявил войну. Ты в игре вообще-то слышишь, как мы разговариваем, о чем мы разговариваем? Ну да, я вижу, но я с ним в союзе, я ничего не могу сделать. Ты можешь не перекупать у меня, Занзибар, что ты, значит, ты не мог ничего сделать? То есть я объявляю войну Чилине, чтобы он не лидировал по науке, чтобы он получил, убрались у меня 15% от Женевы. Ты зачем-то с ним и союз заключил, а потом еще приходишь, перекупаешь у меня ГГшку. За то, что я мешаю вашему соседу. Какое странное спасибо. То есть он увидел Занзибар, кто не понимает. Михаил увидел Занзибар за счет того, что он в союзе с Чилине. Он увидел Занзибар, потому что из Занзибар ему объявил войну и пошел всех послов в него вкинул. Кайф. Так, куда мне кинуть вообще? Получается только в Бордо. Блин, плюс один. Че так все? Давайте верфь здесь пока начну. Семерно Амани в Гордиан. Блин, еще один. А, ну это я разведывательное управление доделал. Просто я в союзе, так, ну, не знаю. Не на чем прокачивать. Не на ком. Не придется в Руан, видимо. Что-то вообще ацтек с французом друг друга затормозили очень сильно. Так. Я тут какое-то чудо могу? Ападану, кстати. Ну, ну, точно не на камне. Ладно, давайте в пасаргадах давайте уберем, наверное, изоляционизм, поставим два где тут два действия да, блин. Я не открыл, что ли, два действия рабочим? А, ну да. Но вместо... Тогда пока, во-первых, бонусы гавани мне уже точно не нужны. Давайте попробуем поставить рационализм. А здесь пока торговую конфедерацию. Или может, пока социализм один ход. Давайте, просто я хочу показать, какой мне рационализм даст. Нисколько. Просто нисколько. Потому что нету ни одного города на 15, и нету ни одного кампуса на плюс 4. Кайф. А вон и химия. Так, слушайте, а... Да, это я хочу универы покупать. Библиотека. Библиотека. Здесь построено. Покупаем универ и строим мастерскую. Здесь промышленная зона есть. Тут нужен еще один строитель. промышленная зона. Ну, в ИСФАХАНИ как-то, конечно, грустновато. Ладно, центр коммерции в любом случае он мне тут нужен. даже не знаю. Ну, блин, может... Не, жалко... Ладно, блин, жалко выкупать клетки. Давайте строителя пока, потому что надо универы строить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь, появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Брюссель, так, Хмер, да? А, блин, я же хотел поехать на этот... Но мне нужен пор... Ну, блин, но мне и химия нужна, конечно. Я так понимаю, индус как раз в химию вышел. Так. Не, ну мне надо кампусы везде строить. Неважно, какое тут... Вот тут нужен развлекательный комплекс в любом случае. Тогда здесь театралка где-то, возможно, да? Я, наверное, кампус сюда поставлю здесь. Ну, смотрите, вот я Гонконг захватил, он остался в списке. Он доступен вам? Я его не нашел. Да, доступен. Блин, я его уже оставил, нужно было уничтожить. Так, тут у нас... Не хочу вырубать. Блин, надо посмотреть, с кем поторговать. Еще, видите, могу фабрику на оливках построить. Точить границы османов надо к меру закидывать будет я открою когда у него конечно покруче развитие так универ покупаем просто 150 человека 347 у него правда золотой век это скорее всего и ну соседство продолжается еще ты промышленная зона на плюс 6 но это надо только я сейчас сначала эту поставлю развлекательный комплекс вот сюда пока я тут убираю рис ну я немножко хотя бы на один уровень прокачать что-то все время просто перебрасывать шпиона к меру и долговато будет вон там мечник плавает тоже попробую завалить я уже в героическом а ходов еще восемь отлично так угольную давайте строить вот тут рурочка еще может я бы рурочку в столице да построил кампус библиотека деньги на покупку универов держу валетта так нормальных о у нас митла есть и балонья есть вот куда мне надо поотправлять так опера и балет два нельзя может катя купить по силу все-таки и поставить тут город ацтека с французом забирать надо они никакие игроки пускай но в том плане что они друга затормозили в начале они уже не оправиться потому что у них территория такая никакая так у нас три посла но мне надо сначала рационализм бессмысленен кстати пока что у меня вообще зачем поставил может хотите заплатить денег и сейчас поменять карточки 190 давайте наверное я изоляционизм уберу здесь лучше торговую но это правда не так много будет давать так соседство для гавани пока не надо а у меня центр коммерции стоит слушать давайте кампус поставим там промышленная зона стоит центр коммерции гавани не надо значит сюда давайте первый посол поставлю давайте пока торговую конфедерацию попробуем сколько даст 191 мало женевы еще есть блин сейчас откроем оперы валет еще два даст так это нормально науки тут привалит так и тут мы ставим промышленную зону блин тут промышленная зона офигительная будет в итоге так тут мы удаляем для кампуса для кампуса плюс один все равно как плюс один а ну да плюс один блин жаль но он плюс один еще правда для верфи даст так мир тут как мир это у тебя поселенец скаут что ли это все опять ремонтировать надо задолбала мы же мир закручим да там когда можно будет конечно кстати я думаю шок мир у тебя по идее должны ко мне тоже караваны добегать если меня к индусу добегают то есть зачем тебе союзится с турком я про это но я ему больше не буду союзовать хотя мне кажется он мне тоже не будет судя по количеству юнитов ну не поймал кто там кому как океан то на на риву что ли а так покупаем универ так больше рационализма на то что больше 15 до 50 при населении не ниже 15 и соседство и больше четырех мой аж тут могу еще купить надо следующим ходом в принципе что-то даст рационализм через какое-то время мастерская 3 и верфь 3 ну там еще и пищей золото на верфь то поприятнее будет мани в курдине так скоро химия еще откроется у нас так что с ресурсами трюфеля с французом так а ртуть мы все еще торгуем нет вот француз там предложение кинул да тут кэш ацтек с французом просто аннигилировали себя вначале ничего не добившись встречал людей точнее не у меня скорее всего встречали ты еще турок не в химии между прочим просто показе на один уровень прокачать хотя бы а потом уже перебрасывать так в пасаргадах а уже кто-то построил рурку говорит так ну давайте строителей я тут поставлю на плюс два действия ждите стоп сначала сначала мне надо отправить двух послов первый посол вот это вот женеву ну и все наверное надо ли мне в кахоке нет я бы лучше копил нормальный так дальше пока не могу ли я мир заключить один ход так хорошо и вот теперь меняем плюс два действия строителем библиотеку так вот я хочу здесь сначала университет купить универы я покупаю лучше поэтому в горде они давайте паблик устроить что тут по великим людям о лабы плюс 4 так мне нужно проекты чехать сорян конечно еще так кажется что их что выкупят этого ученого мне такое ощущение строительству гражданских юнитов не наверное не в этом городе там ученый на лабы кто хочет читать чтобы не досталось члене он ему точно не достанется веру заряжают блин но я его не выкуплю я могу только сильно читать получается и вот у нас уже индус читает вовсю как минимум мне пингалу на гранты прокачать в балхе похитить француз что ли блин может не париться ну как бы я просто мало шансов вижу для себя у меня нету ни веры ни денег ну француз ты вылетел интересный прикол дес какие-то так как мы сейчас обратно присоединиться вот вопрос ну так же как и в прошлый раз кутом те приглашение я помню не удалил так до сих пор меня просто приглашал тот кто уже вышел михаил приду предложение разбирать так есть химия я бы лучше лабы строим из того чтобы читать алюминий откроем действительно так пойдем по городам так тут универ мы купим блин чуток лабы ну тут лабы надо построить промышленную зону тогда лабы будешь и быстро что гонконгу войну объявить чтобы бомбус от него не получать или ты не получаешь ты можешь открыть гонконг и посмотреть а чилиния три посла но у него три до у него три посла то есть он вроде бонус получает на гонконг то у меня уже ну да как бы чилиния кинул глюк оказывается есть что если захватывает если захватываешь город государства который был из клана сделан то он почему-то остается в списке очередные баги от фераксис так давайте может мы здесь развлекательный комплекс тоже сделаем 56 вот он будет на эти города работать так лаба есть универ купим лаба лаба так тут бабу делаем баба кстати шуме с углем что-то есть вообще как-то пропустил то есть меня от хатуса идет а вообще у меня уголь то есть нажал готовность опять такое количество игроков не поддерживается и загрузка не идет дальше ну подожди там иногда бывает он пойдет пойдет блин да у меня угля нету это угольная электростанция это не уголь кайф и то есть уголь ближайший только у египта а ну вот уголь вообще-то что мне вот сюда надо все-таки город поставить вот сюда прямо подойду туда так я была бы купил кстати в этом уровне что 10 ходов это очень долго поэтому я тут поселенца поставил наверное строится как раз для угля у меня идет два угля от хатусы это способность хатусы такая кстати а женеву снести никто ним а да она за за турком получается да и я уже ее союз членят и про гонконг слышал да что ну ты ему войну будешь объявлять кому гонконгу гонконг он же уже все ну а почему ты его сюзерен я вернулся он все но у тебя три посла там сидит и и что теперь должен им убить войну ну чтобы послов выкинул предполагаем что он тебе дает бонус несмотря на то что он уже все за голосование так разведку не подожди там мера еще на него вроде турок собирается нападать какие-то там юниты видишь тяжелая кавалерия тяжелая кавалерия вот тогда точно никто ни на кого не впадет минус 5 тяжелая кавалерия уже так а что религия у нас больше всего у кахмера я бы против буддизма голосовал привет посмотрю у француза такие горы были на офигительные кампусы но ацтех ему всю малину испортил я до них не дошел там там просто ну раз два три 4 на плюс 5 просто вот именно горы так окружены и еще два места на плюс 3 ну и соответственно можно было два кампуса рядом поставить еще конец они там еще и геотермалочка господи там можно было 3 плюс 5 получается два места на плюс 5 да да по месту на плюс 3 еще есть ну знаешь по-хорошему грубо говоря себе под стек на тебя не напал то ты бы точно тут развелся и в итоге бы его вынес кстати ребят ничего не хочу сказать ну там 120 туризма уже у конга у нас как бы самая большая культура кроме него 135 то есть ну то есть культурная победа сейчас будет может быть очень быстрый он лагала да не думаю а я прям вот думаю я потому что 100 еще раз сколько у него туризма 120 туризма против 135 культуры ухмер но 141 культура уже у турка у него что мы тихо ну я так понимаю он эти делает реликвии там я забыл у конга бонус от реликвии жены не от реликвии блин от этих от артефактов но скульптуру он не будет делать явно точно будет артефакты просто искать да слушайте там культурная победа реально очень близко можно но они не работают просто сейчас ну так пожалуйста строй стены возрождения эти осадные никак не влияет да да потому что раньше осадные юниты работали даже против фото стен этого современности да то есть они просто там я помню как с танком прийти по танк у него привязана осадная башня и танк какой радостных хренак никаких стен не надо а сейчас как бы логично осадные работают против стен средневековья построишь возрождение все уже ничего не так 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 может мне по саргады выращивать там 22 жилья все таки хватит тут это делать засуху а он сюда хочет корот видимо так 287 это уже поприятнее правда у меня электричество для этого не будет мне бы где-то эту нефтяную видимо актемии нефти пока нету блин так где у нас могут быть самолеты интересно знаете что меня радует и почему я тут не думаю что там член не повезло потому что все на их континенте то есть они все круто идут а на нашем континенте вот два отсталых и египет который у меня в союзниках у египта вообще кстати тоже грустно все почему-то ну не почему-то тут у него гор только вот а я уже видимо в эти вышел в лабы и тут ну египет как бы не не хотя египет далеко он вот тут ведь мы только сейчас в индустриализацию вышел недавно суши сметанка чё ты в этом в заливе фоллбэй весь свой флот строишь типа такие просто я построил чтобы ускорить свое внутреннее море такое этот плавают дружбу теге новая и союзец так лабу строим обустроим странно что к египту уже не такие крутые но все равно то с едой видите так стоим здесь охраняем для посела самим пограблю тут раков которые крабы пойдем к индусу полечусь так у турка слава богу нету городов на море хотя они есть слушайте надо глянуть на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас ссылка на плейлист со всеми сериями в прикрепленном комментарии для всех остальных она появится завтра я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео